В Кустанайской области 30% продукции, обрабатывающей промышленности, производится на проектах, запущенных в первой пятилетке индустриализации. Об этом заявил вице-министр по инвестициям и развесию Альберт Рау. Как в рамках президентских 100 шагов строят свою политику мелкие и средние производители региона, выяснял Игорь Нидерер. За этим станком Юрию уже без малого 19 лет. Последние годы, говорит токарь, на его предприятии произошли разительные перемены. Появились промышленные роботы, например, полуавтоматические сварочные аппараты. А как иначе? Если мы не будем развиваться, придут соседи со своими товарами, со своей продукцией, тогда мы останемся не в дел, я так понимаю. А вот и новый аппарат, установка плазменной резки для изготовления котельного оборудования. Эти виды работ очень ответственные. Местный директор, производственник с четвертьвековым стажем объясняет. Теперь будем трудиться в две смены. Техника не должна простаивать. Появилась возможность производить мини-элеваторы и зерносушилки. Наши сельхозпроизводители везут установки для сушки зерна с Польши. И, понимаете, это очень дорого. Когда при наличии такого серьезного оборудования, которое сейчас у нас есть, которое приобретено по лидингу, понимаете, мы должны развивать свое производство и расширить ассортимент выпускаемой продукции. Вице-министр по инвестициям и развитию привлек вот этот станок «Листогиб» за 28 миллионов. Альберт Раус сам начинал инженером-электриком и слесарем. Он говорит, костанайской продукцией заинтересовались украинские металлурги. Есть интерес к нашему рынку, они готовы на любые формы сотрудничества. Здесь нам важно, что называется, использовать эту возможность. Сейчас в регионе 30% продукции, обрабатывающей промышленности, производится на новых инвестиционных проектах. Остальные, как эта котельная компания, изыскивают пути для дальнейшего роста, а проблемные, как правило, большие предприятия, могут рассчитывать на государственную поддержку в рамках 100 конкретных шагов по реализации институциональных реформ. По всем предприятиям сейчас как раз правительство приняло антикризисный план. В ближайшие две недели мы по каждому предприятию будем набор мер поддержки отрабатывать. При нынешних нестабильных ценах на сырье считают здесь наиболее устойчивым к кризисным проявлением остается именно обрабатывающий сектор. Игорь Нидерер и Сергей Трахценберг. Костанайская область. 24КЗ.